Салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие. Сегодня хотелось бы затронуть одну тему. Очень интересную тему. Я вижу, кстати, сестры некоторые делали видеоролики и снимали уже ответ комментаторам некоторым. Пишут, ой, посмотрите, у кого-то там глаза такие, у кого-то губы силиконовые, у кого-то татуировки, у кого-то не знаю и что там, что там, что там, в общем обсуждают. Вы заходите и спрашиваете, а что, так можно было? А вы когда-нибудь задумывались, что может какой-нибудь человек когда-то в своей жизни, оббив свое тело полностью татуировками, и вдруг он решился прийти в ислам? То есть изучая, познавая религию ислам, он решил сделать выбор в сторону религии ислам. И что сегодня вы должны его попрекать? То есть если он сделал эти татуировки когда-то, до того, как он был в религии, братья и сестры мусульмане, особенно интересно, когда это пишут люди, которые называют себя мусульманами. Разве мы не должны учить друг друга, наставлять, делиться тем, что знаем? Но это надо делать с красивым нравом, а не попрекая человека. Да и вообще особенно интересно, когда люди от религии далеки, в принципе, не соблюдают ее, но почему-то именно в религиозных людях они ищут какие-нибудь ошибки, чтобы попрекнуть и подчеркнуть, что он неправ. Но я вам так скажу. Вообще-то в жизни безгрешных людей нет. Но каждый человек, насколько больше может, старается соблюдать свою религию. Поэтому будьте в мире, будьте добры и всегда умейте понимать друг друга, а не искать именно ошибки друг в друге.